Видны ли звезды из космоса? Довольно часто возникающий вопрос, хотя казалось бы он довольно странный, ведь в космосе должно быть звезд много. Если мы выберемся куда-нибудь в горы или в пустыню и дождемся ночи, мы увидим поразительной красоты звездное небо, которое в большинстве случаев можно увидеть только на фотографиях, и в городе мы такого, конечно, не увидим, потому что нам мешает атмосфера, нам мешает дым, который висит над городом. Но если мы улетаем в космос, ничего этого казалось бы не будет, ни атмосферы, ни дыма, ничего, что нам мешало бы созерцать вот такое прекрасное небо, в космосе быть не должно. Но если мы посмотрим фотографии из космоса, то мы не увидим на них звезд, по крайней мере на многих из таких фотографий с Луны, с низкой околоземной орбиты, мы их не увидим. Это не только фотографии, которые делают люди. Точно так же роботы летают в космосе, луноходы ездят по Луне и снимают нам небо без звезд. Даже космические аппараты улетели к Плутону и дальше, и все, что они рассмотрели, или многие снимки, которые они нам прислали, точно так же не содержат звезд на абсолютно черном небе, хотя, казалось бы, нам ничего не должно мешать наблюдать эти звезды. Откуда мы знаем, что вообще в космосе есть звезды? Ну, понятно, мы бывали ночами и любовались ими, надеюсь, все подобные проходили. Но большинство, наиболее распространенный наш опыт, который нам рассказывает о звездах в космосе, мы почерпнули из фантастических фильмов. Практически в любом фильме про полеты в космос мы увидим звездное небо. И это для нас кажется настолько реальным и настолько привычным, что увидев реальные снимки из космоса, мы начинаем сомневаться, что они действительно отражают тот облик космоса, который мы привыкли видеть и который мы хотим видеть. Чтобы понять, почему такое противоречие между кино и реальными фотографиями, и нашими ожиданиями и фотографиями из космоса, нужно либо провести собственный эксперимент, либо посмотреть на результаты моего эксперимента. В данном случае я сделал съемку Луны и попытался на фоне Луны, как космический аппарат, который летает в космосе, на фоне какого-нибудь космического тела запечатлеть звезды на дальнем плане, которые должны видны. Сначала я снял поверхность Луны, сфотографировал, это тоже, в общем-то, может. Поверхность Луны это дневная поверхность, которая освещена ярким солнечным светом. И чтобы сфотографировать поверхность Луны ночью, нужно выставить настройки фотоаппарата, которые необходимы для съемки в дневное время. Но в таком виде мы не увидим звезд за Луной. Нам придется повышать светочувствительность или повышать выдержку, то есть длительность накопления света фотокамеры, и повышать заметное количество, увеличивать это в большую сторону. И тогда мы увидим звезды, но наша поверхность Луны будет уже не видна. То есть мы не увидим, она будет засвечена просто. Слишком много света она отразит за то время, которое нам потребовалось, чтобы увидеть маленькие, едва светящиеся звезды. Луна в это время будет уже ярко светить. Поэтому из этого эксперимента можно понять, что разница между освещенной Солнцем поверхностью, скафандра, космического корабля, Луны, Марса, Плутона или других планет очень сильно по яркости отличается от звезд. И если мы будем в космосе и настроим фотокамеру на съемку звездного неба, мы сможем увидеть звезды. И таких примеров достаточно много. Единственное, конечно, что нам нужно сделать, это спрятаться в тень. Или постараться спрятаться в тень, чтобы не было яркого солнечного света, не было ярко освещенной Солнцем поверхностью, там, скафандра космического корабля, Земли, Луны или другого космического тела. И тогда будут нам звезды. Будут звезды на околоземной орбите, будут звезды с Луны, будут звезды у Сатурна. И, конечно, в общем, звезды будут везде, где они могут быть видны. И никаких проблем с наблюдением на самом деле нет, если нам не мешают наблюдать более яркие источники света. Спасибо за внимание.